Добрый день, уважаемые науцы! Во исполнении федерального закона от 24 июня 1999 года об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектами системы профилактики ведется систематическая, целенаправленная работа по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних Организовано тесное межведомственное взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики Проводимая работа позволила не допустить роста преступности среди несовершеннолетних Однако в то же время хотелось бы отметить, что в прошлом году у нас, что было ранее большой редкостью в преступлениях участвовали и девочки В течение 2019 года несовершеннолетними совершено 8 преступлений В том числе одно преступление по 116 статье Уголовного кодекса по боям Одно по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации это вымогательство Три по 158 статье это кража и по одному преступлению за причинение вреда здоровью За 2019 год на учет поставлены 26 семей и 29 несовершеннолетних При постановке на учет комиссии разрабатывается программа индивидуальной профилактической работы В течение 2019 года в рамках реализации программы в центр занятости направлено 2 взрослых и 3 несовершеннолетних На консультацию к наркологу направлено 18 родителей и 3 несовершеннолетних На конец года у нас на учете состояло 33 семьи и 36 несовершеннолетних На сегодняшний день уже 47 семей и 32 подростка 27 мая текущего года проведено очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних В рамках которого рассмотрены также материалы по фактам нарушения режима самоизоляции Так, несовершеннолетний находился в позднее время суток без документа удостоверяющего личность В отсутствии законных оснований Чем было нарушено требование пунктов 1, 3, 4 Постановление правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года Об утверждении правил поведения обязательных для исполнения при введении режима самоизоляции А также пунктов 3 и 4 указа главы Республики Башкортостан От 18 марта 2020 года об введении режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан В связи с угрозой распространения в Республике новой коронавирусной инфекции На него был составлен административный протокол по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации Или в зоне чрезвычайной ситуации Нарушение данной статьи влечет за собой предупреждение, либо административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей Повторное же совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан от 15 до 50 тысяч рублей Еще двое малолетних детей находились в вечернее время суток без сопровождения законных представителей Протокол был составлен на маму по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию совершеннолетних Так как дети были еще маленькие и не достигли возраста административной ответственности Данная статья влечет за собой предупреждение, либо штраф от 100 до 500 рублей Однако, хотелось бы отметить, что штрафы это лишь маленький результат рассмотрения административных материалов Все граждане несовершеннолетние рассмотрены на заседании комиссии, в обязательном порядке ставятся на учет Так как согласно статье Федеральному закону 120, они все относятся к категории лиц, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа В связи с этим, хотелось бы напомнить, дети, не достигшие возраста 17 лет, не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 20 часов до 14 часов следующего дня по местному времени При выходе на улицу обязательно соблюдайте масочный режим, избегайте столпотворения, соблюдайте социальную дистанцию Сотрудники полиции усилили работу по выявлению правонарушений именно в данной области по фактам нарушений несовершеннолетними режима самоизоляции Сегодня день последнего звонка, но учитывая обстановку в республике и в нашем районе, прошу вас проявить терпение и дождаться, когда все стабилизируется Не подвергайте себя и своих близких риску